Торгумент о том, что вот тот же спутник мы не можем использовать, закупать, потому что он еще не прошел все этапы утверждения ВОЗом, Европейским Союзом. Но ведь спутник во многих странах есть уже, и их не останавливает это. Я, если честно, знаете, с чем это сравнила с запретом российских телеканалов тоже. Мы придумали какую-то там европейскую конвенцию о трансграничном вещании, где вот можно к чему-то прицепиться и здесь. Такое ощущение, что это было только поводом. Ну, это делает не дядя Сема где-нибудь там в Вышнем Волочке, в подвале эти. Действительно, институты занимаются очень серьезно этим. Вот вы считаете, это... Ну, вы сказали уже очень политизированный вопрос. Касательно спутника я бы разделила все вопросы к спутнику на две части. Вот первая часть вопросов касалась эффективности. Было очень много вопросов касательно эффективности. Но сейчас уже этих вопросов практически нет. Потому что было много публикаций в Ланцете. Как бы есть большое количество уже провакцинированных. Ланцет – это что? Это ваши специализированные издания? Есть определенные международные журналы, научные журналы, в которых публикации делаются по каким-то правилам. И публикация в Ланцете – это один из самых высоких уровней. High level. Да, high level. Потому что там это не просто вот ты написал статью, отправил ее, тебе ее опубликовали, и все, у тебя есть статья в Ланцете. Нет, она публикуется сначала в драфте, в проекте. И все, кто хотят, все профессора мира, любые научные сотрудники из любой страны, они могут прочитать эту статью и задать какой-то вопрос. Как публичная порка. Да, как публичная порка. Научный вопрос задать. И на этот вопрос получается ответ. Этот процесс называется peer review. Как бы обзор, предварительное такое изучение коллег. Но если нет никаких критических замечаний от этих peer, от этих коллег, то статья потом публикуется. А если пришел какой-то вопрос, на который авторы статьи не могли дать ответ, то Ланцет не публикует статью. Как бы вот эта публикация в Ланцете, она говорит о том, что эта статья прошла вот этот процесс peer review. Они ответили на все вопросы. И там даже название статьи, что оказывается спутник эффективный и безопасный. Да, как вакцина. Теперь вот эта первая часть про эффективность, она закрыта уже. Да, уже прошли уже все этапы инквизиции, можно сказать. И это все есть. Давайте посмотрим на вторую часть. Вторая часть – это административная часть. Административная часть – это как эта вакцина утверждалась. Если мы смотрим на все вакцины AstraZeneca, Pfizer и другие, они проходили первый, второй, третий клинические этапы, собирали все эти клинические данные и подавали их на регистрацию, регистрировались. У спутника, и еще у некоторых китайских вакцин, кстати, такой путь был, они прошли первый, второй этап и зарегистрировались в национальной регистрации, не в международной, в своей стране. Это не запрещено законом. А после этого делали третий этап. И вот теперь уже вот эта процедура, она оспаривается, да, как неправильная. Но если посмотреть вообще на эту пандемию с точки зрения соблюдения правил… Их надо ломать иногда. Их по всем препаратам ломали. Плазму использовали вообще без разрешения. Одна из особенностей этой пандемии было то, что стандартные процессы, они все ломались, в том числе европейским агентствам по лекарствам. Они же раньше получали только, должны были получить все досье, и только после этого начинали его рассмотрение, да, изучение. А сейчас rolling submissions. Значит, мы с вами договариваемся о графике, и вы мне будете подавать кусочками, и я кусочками все это буду смотреть. У нас есть вирус, и нам нужны инструменты борьбы с ним. И тут не надо смотреть на идеологии. Тут нужно смотреть, вот раньше медицина во время войны, они же носили вот эти белые халаты с красными крестами, их никто не трогал. Ни с одной стороны, ни с другой. Вот нужно смотреть на вот эти вакцины, да, вот как на этих девочек в этих белых халатах с красными крестами. Это анкелы спасения. Да, и не трогать, а говорить спасибо, что они есть. Вы будете вакцинироваться? Буду. А есть ли понимание, какой вы вакциной хотели бы провакцинироваться? Есть. Да. У меня есть понимание. К сожалению, эта вакцина недоступна сейчас в Молдове, но я хочу... Это Pfizer или Sputnik, скажите? Нет. Это российская вакцина. Которая вторая или третья по счету? Третья. Кови-Вак. Я тоже. Института Чумакова. Вот я тоже о ней, потому что контактировалась с людьми, которые разрабатывают. Если бы давали выбор, то я бы выбрала Кови-Вак. Давайте объясним свою позицию с вами, потому что вот тут я вам пожимаю руку, потому что я абсолютно вот за эту тоже вакцину. Я в программе «Механизм действия», кто хочет, может посмотреть. Есть интервью с одним из разработчиков этой вакцины. Они объясняют ее действия. И действительно, насколько я понимаю, это вот тот самый классический случай вакцины, где ослабленные... Правильно? Расскажите. Это традиционная... Эта вакцина сделана традиционным способом. Что значит традиционный способ? Они в больнице... Вот эта больница, построенная для Кови-Коммунарка, они там у больных, у живых больных людей, они брали анализы на этот вирус. Они выделили этот коронавирус полностью. Да, вот все тело коронавируса, они его выделили. Они его размножили, как в инкубаторе. Да, вот... Классический способ. Классический способ, да. Они размножили этот вирус. Полный, полный, ценный как бы вирус. Они его размножили. После этого он подвергается химической инактивации, да, потому что, чтобы он не был живым. Вы знаете, что вакцины цельновирусные, они есть живые и есть инактивированные. Вот, кстати, институт Чумакова, он первым в мире делал вакцину живую от полиомиелита. И мы все с вами, вот эту вакцину живую от полиомиелита, из этого института, когда мы были детьми, нас ею вакцинировали.